Ну что-то вообще тут все снегом засыпало Не получается поставить не в первого раза его Кто-то меня называл Асом капканом Вот смотрите как ас не может поставить капкан То есть что это такое? Если такой знак стоит И никакой информации нет Я не смогу сделать видео лучше Не смогу что-то поправить То есть ваш знак получается пустой Привет друзья! С вами снова Щегравы Сегодня наконец-то Сегодня наконец-то у меня появилась возможность Сходить на ближний путик На котором я уже не был давно Проверить капканы И выполнить вашу просьбу Показать уже настоящую охоту А не просто какие-то там теоретические знания Вот Сегодня Также этот выход У меня еще приурочен к одному событию Я наконец-то приобрел Тебе небольшую камеру Для охоты Вот Которую сегодня кстати снимаю И сегодня Вы будете смотреть мое видео Так как его бы увидела рыба Потому что На этой камере объектив Показывает таким образом Как видят рыбы И называется на рыбий глаз Это экшн-камера Которую я купил в Китае За 200 небольших тысяч рублей Вот Как раз она мне необходима Для охоты Для съемки моих Похождений По лесу Вот Вообще как бы я Перебил очень много информации В интернете И Пока выбирал эту камеру И возможно вам будет полезна Эта же информация Наверняка кто-то из вас Так же как и я Думал себе Приобрести Маленькую Очень удобную Камеру Для охоты Чтобы снимать Свои походы Тебя любимого На эту камеру Так вот Если вам такая информация Интересна Напишите мне под этим видео И я с вами поделюсь Такой информацией Поделюсь ссылкой Где я купил эту камеру За 200 небольших тысяч рублей Как я получил скидку На нее если интересно Могу сделать обзор Этой камеры Очень краткий Потому что Обзоров полно в интернете Только самое важное Для охотника Туриста и рыбака Вот А сегодня Как я уже говорил Я тестирую эту камеру В работе Вот По этому лесу Мы будем с вами Перекрепляться Вашей компании Снега навалило Очень много Я не был Больше двух недель Но этот путик Он Малоперспективный Я только в начале сезона На нем поймал Одну куницу Вот Больше я здесь Даже не видел следов Посмотрим Что из этого получится Про снегоступы В мягком снегу Еще раз покажу Почему я так много Времени Уделяю Съемке Снегоступов Особенно В реальной работе Потому что В свое время Я не смог найти Видео Когда я Выбирал Между выжимами Снегоступами Видео Очень короткие Где люди Выходят Буквально На 15 минут На снег Небольшой Прошли За вперед Небольшая горочка И на этом Тест заканчивается Мне конечно же Этой информации Было очень мало Поэтому я Решил снять Видео Такого рода Чтобы вы тоже Могли посмотреть Как я в свое время На возможности Снегоступов И сделать для себя Определенные выводы Вот хочу вам показать Конец января Начало февраля Зайцы начинают бегать активнее У них скоро будут свадьбы И они натаптывают В лесу Очень много троп В это время Как раз их Реально ловить Там тропы Тут все Истоптано Зайцем Вот здесь он Скорее всего Кормился Наверное Натоптано Так вот В конце января Феврале Их можно еще В какое то время Половить Но Я хочу вас Предупредить Проверьте Правила охоты И сроки Ловли зайца В вашем регионе В разных регионах Они разные Поэтому Если у вас Например В это время Запрещено Ловить зайца Вы будете Соответственно Его ловить На свой страх и риск Вот он По этой тропе Прошел Два раза Вот Кстати Интересный след Заяц Запрыгнул Второй раз В свой след Говорят Что он не идет По своему следу Но такое бывает Вот здесь Он промахнулся Дальше Тоже промахнулся Дальше Тоже Ни в след Не попал А вот В этом месте Он попал След Вот он здесь Набегал Сколько Следы свежие Вчерашние Либо сегодняшние Утренние Снега не было Поэтому точно Определить Я не смогу Вот он Сколько здесь Натоптал Шел он оттуда Там скорее всего У него Лешка была А нет Следы дальше Уходят А вот в таких местах Заяц любит отдыхать Ложится и на ночь И на день Вот его Одна Лешка И под тем Краем Вторая Лешка Вот здесь Он лежал Он здесь Спрятан От снега Который может Сверху падать Вот он набегал Здесь У него скорее всего Здесь кормовые места Здесь все рядом В следах зайца А в таких местах Он любит Ложиться отдыхать И поэтому Если охотник Идет по следу зайца По зайчему Малику Тропитову Вот на такие места Нужно обращать Особое внимание Под нагнувшиеся деревья Потому что Он там может сидеть И за вами наблюдать Как только Вы поравняетесь с ним Или перейдете Он окажется у вас За спиной Он сразу же Сдрыснет И уйдет Вы его так и не обнаружите Вот такой небольшой секрет Для охоты на зайца В общем Сработал у меня капкан На чепе Видите он висит Зверя нету Никакого Вот Рядом здесь Следы только зайца Вот еще раз повторяю Что приманки Которые я показывал Ранее в своих фильмах Они привлекают Не только Куньих А также И другого зверя Здесь вот натоптано Очень много Заяц Скорее всего Приходил Вот палочка На которой Нанесена приманка Вот она У меня здесь Рядом С ловушкой И заяц Вот здесь Как раз под ней Проходил Скорее всего Ее понюхал Привлекал Привлек его Этот запах И он ушел Дальше А сейчас Подновлю приманку Переснаряжу Капкан И пойду дальше Непонятно Может быть Птичка Стронула Потому что Здесь доступ Такой Хороший Свободный Для птички Тут вот следы Есть Еще Я не знаю Видно Нет На мышиное Похоже Даже так Там есть Немножко Кала мышиного Может Мыши Здесь веселились Бегали И схлопнули Капкан Сейчас буду Снаряжать Возможно Вам будет интересно Как я это делаю Я уже показывал Не раз в своих видео Но тем не менее Покажу еще раз Может быть Какие то вопросы У вас появятся При такой установке В норку Приманку Приходится обновлять Достаточно часто Потому что Здесь К ней Есть Свободный доступ К мышам Вот Сукровица есть Я ее туда же Приманка Доступна мышам И они Конечно Безобразничают Так Это у меня Ондатра Замерзла Очень сильно Я сегодня Не разморозил ее Хвост ондатры Один из деликатесов Для зверей Потому что Он жирный Вот я его тоже Туда засовываю Здесь я вешал Приманку На заостренную палочку То есть Она у меня была Поднята над землей Но это не мешает Мышам Они такие акробаты Что достают Вот То что я здесь кровь Просыпал Это тоже хорошо Это дополнительный запах Ондатра у меня Потушена И она Очень хорошо Пахнет Распространяется Запах Такого Мяса Старого Но что делать Я положу Мясо туда Оно будет Доступно Мышам Так Здесь у меня цепочка позволяет Я капкан стараюсь Ставить правильно Пружиной вовнутрь Чтобы при входе В домик Не было никаких Лишних железных пистей Перед входом Я кладу Здесь Немножко сосенок То есть Такое препятствие Искусственное Для куницы Чтобы она Пересогнула их И пошла Непосредственно уже Так Капкан установил Еще раз повторюсь Сегодня я снимаю Не только охоту Я решил протестировать Новую камеру Попробовать ее в работе Посмотреть на ее Плюсы и минусы Научиться снимать на нее Чтобы видео для вас Получались не только Интересные Но еще и качественные Вот сколько Заяц натоптал Все следы зайца Обычно здесь Бегают собаки Дикие И они зайцы Поедают Всего Но в этом году Следов здесь Практически нету Нету следов Куницы В этом же месте Нет следов Диких собак Нет следов Лис И возможно Зайцы Раскладятся Вот Только что Я спугнул Рябчика Повторюсь Что я охочусь Это ближний путик Он находится Совсем близко К населенному пункту Ну буквально В километре От населенного пункта Крупного Вот И поэтому Здесь Зверя Обычно Очень мало Но вот Сегодня я уже Видел очень много Следов зайца Он все Истоптан Зайцем И спугнул Рябчика здесь Рябчика я здесь Давно не видел Если как бы Популяция будет Восстанавливаться Я очень рад Потому что я люблю Охоту на рябчика Сейчас у меня есть Камера И я вам Постараюсь Снять Осеннюю охоту На рябчика Во всей ее красе И поверьте Попадаются Такие эксперты Рябчики Что добыть его Не так Лучше просто А если они действуют В паре Или втроем Это вообще Мафия получается Это очень Захватывающая охота И вот этот Маленький трофей Когда ты его Берешь в руки Но Доставляет Реально Охотничьи удовольствия Подхожу К очередному Капкану Вон он Висит На сосне Видно Вон нет Под веником Вот что Хотел сказать Куница Любит вот такие Деревья Дуплистые Видите Береза На переднем плане Вверху Он Раз Два Дупла Пониже Он Третье Дупло Большое Еще ниже Дядо Надолбили Так вот Если вы хотите понять Водятся ли в ваших Угодьях куницы Посмотрите Есть ли вот такие Деревья С дуплами Потому что В лютую зиму Это где-то Вот Январь Декабрь На февраль Куница Как раз ищет Вот такие деревья И она в них зимует В них ей теплее Но если таких деревьев нет Ей приходится где-то искать Там строить Какие-то снежные домики Под снегом ночевать Вое хвороста Куча хвороста Это один из таких Еще признаков Есть ли у вас В ваших угодьях куница Так Ну а мы подходим К очередному капкану Постановку этого капкана Я показывал На своем первом видео Постановка капкана Кулемки Под веник Ну похоже Тут ничего нету Да Как видите Сейчас буду переустанавливать Я этот капкан Этот капкан Не проверял давно Вот видите Здесь даже мышей не было Приманка на месте Нож кондатры висит Капкан взведен Это капкан Кулемка Один из капканов Невидимок Вот Что такое невидимка Это капкан При подходе к которому Между куницей И приманкой Нету никаких частей капкана Она видит только приманку Капкан она практически не видит На пути у нее нету Подробнее об этом капкане Вы можете посмотреть В моем обзоре Ссылочку я дам под этим видео И в подсказках Очень интересный капкан Рекомендую вам с ним познакомиться Поподробнее И возможно он вам понравится И вы будете им ловить эффективно Я в него поймал уже трех куниц В этот капкан Поэтому я для себя определенные выводы сделал Вот такие капканы Производит Березовский завод Ну сейчас я буду снаряжать Подновлю приманку Немножко Повешу веник И пойду дальше в путь Все Капкан проверен Приманка на месте Визуальная Приманка тоже на месте Она свободно болтается Запах какой-какой небольшой есть Так Вот объектив немножко запотевает Кстати, если вам будет интересно Я хочу сделать серию фильмов Про технологии и способы съемки Оход Где буду делиться разными небольшими секретами О том, как сохранять аккумуляторы Чтобы энергия тратилась разумно и экономно О том, как работать с камерой Ну, короче, все те вопросы Которые, в свою очередь, меня в свое время интересовали И по которым я Не нашел информацию в интернете Информация очень скудная Вот, и особенно Есть информация о том, как снимать Там На горные лыжи Как снимать в городе На велосипеде Как снимать охоту и рыбалку Такой информации практически нет Съемка, конечно, похожая Но есть свои нюансы Вот о которых я как раз и планирую Рассказать В своей серии видео О технической стороне съемки Охоты, рыбалки Ну и туризма Если вам интересно такое видео Также дайте знать мне под этим видео Я постараюсь снять такую серию А я подхожу к очередному своему капкану Вон он висит на березе И видите К моему же капкану бежал заяц Вот его тропа Но в этот раз он к капкану не подошел Он пробежал рядом Вот капкан Смотрим Все на месте Все на месте Капкан стоит Зверя нет Что еще хочу сказать Как я уже говорил вам Мой посыл следующий Я как и многие наверное российские охотники Готов перейти на гуманные капканы И полностью отказаться от много захватывающих капканов Так скажем негуманных Хорошо бы Если бы наше правительство Подумало не только о зверях Ради которых этот закон принят Но также и об охотниках И например поступило так же Как правительство Канады Которое предложило охотникам Принести свои капканы Которые стали вне закона Негуманные И обменять их на гуманные Бесплатно Вот Если вам такая идея нравится Просигнализируйте мне под этим видео И я пойму Сколько у нас охотников Готовы в принципе Обменять свои много захватывающие капканы Безвозмездно На новые КПхи например КП-120 Вот если бы правительство так сделало Вы бы наверное пошли Поменяли Большую часть своих Капканов Многозахватывающих На современной КПшке Просигнализируйте Я понимаю кому нужны Многозахватывающие капканы Кто их в основном использует Промысловики Потому что эти капканы Они вне конкуренции По скорости постановки По простоте постановки Ну и наверное по эффективности Лова Куницы Я повторюсь Я тоже до сих пор Как бы их практикую Но у меня осталось их Штуки 4 наверное И с каждым годом Я их убираю Я буду их переделывать На капканы Для ловли лисицы и зайца Там есть свои нюансы Эти капканы нужно будет переделать Сделать в них две Конструктивные доработки Серьезные Если вам интересно Смотрите мои видео Я покажу Что нужно сделать Чтобы этими капканами Можно было ловить лисицу И зайца Если вы не сделаете Такую доработку Ну капкан Может сломаться Зверю идет однозначно И капкан может сломаться Безвозвратно То есть Его некоторые детали Будут утеряны Потому что Эти капканы Не рассчитаны На ловлю этих зверей Но их можно переделать Под ловлю этих зверей Вот Если вам интересно Такое видео Напишите внизу Комментарий Под этим видео И я постараюсь Снять видео О переделке Эти капканов Для ловли Зайца И лисы А я тем временем Этот капкан проверил Подновлять я здесь Ничего не буду Потому что я Лопух И я не взял Сегодня с собой Ни ароматной приманки Андаторы взял Совсем немного У меня осталось Где-то еще На один на два капкана Заменить У меня впереди На путике Еще есть капканы Поэтому я Не буду на этом капкане Обновлять приманку Мясо там Как вы видели Или висит Ну и пусть висит Тем более следов Каницы я здесь не вижу И не факт Что она здесь будет А я тем временем Вышел опять На тропу зайца Заяц наседлил Здесь очень много В этом году Я его здесь охотить Не буду Пускай размножается Популяция его растет Если его не сидят Собаки и лица И он заживет До следующего года В следующем году Я его буду охотить И на радость вам Надеюсь Сниму очередное Интересное видео Проход у нас Зайца С ружьем И капканами Но пока отключаюсь Этот год у нас На Урале провальный По кунице Потому что Очень много рябины Смотрите сколько ее Уже конец зимы А рябины еще полно На деревьях Вон ее сколько Все в рябине Обычно уже К январю Птицы ее склевывают В этом году Она висит Большими гроздями То есть Ее запасы большие Куница питается Охотники Которые ловят куницу Говорят, что она жирная Что в желудках У нее есть Рябина А слой жира У нее под мехом Такой Как у бобра Или у андатры Вот видите Все в рябине Все в рябине У нас Поэтому куница Идет Неактивно Передвигается Очень мало И куницы У нас в этом году Практически нет Вся сидит Где-то жирует Рябиной Поделитесь Под этим видео Было ли у вас Такое В рябинный год Куница ловилась Очень плохо Я хочу для себя Понять Связано это Как-то с рябиной Или нет Или это Мои домыслы Мне интересно Ваше мнение Поделитесь Пожалуйста А вот и добрый знак Вслед куницы Он старый Наверное Может даже Недельной давности Видно Нет Вот он проходит Мой капкан Вот там стоит Вот куда Мой палец Показывает А куница Бежала Практически В ту же сторону Вот она Шла Вот ее следы Подбежала К дереву Обнюхала Поскакала Дальше Еще к дереву Подбежала Постояла Развернулась Прыжок 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 А вон она пошла туда К тому к дереву Сейчас проверим Мой капкан Ну вот Последний капкан Мой Подарка Мне никто не подарил Чудеса бывают Но не так часто Как бы нам хотелось Смотрим Приманка на месте Капкан взведен В рабочем положении Вонючка Немножко припахивает Ну так и оставим Я сегодня лопух Вонючку забыл Поэтому Подновлять мне капканы Нечем Вот Будем надеяться На удачу Как обычно Удача Спутник Бездельников И лоботрясов Ну дай бог Может быть нам Лесной бог простит Наши такие шалости И все таки нам подает Кунику Подвожу итоги Сегодня я проверил Шесть капканов Вот Два из них сработали По обоим Ничего сказать не могу Почему они сработали Первый скорее всего От мышей сработал Второй непонятно Второй проходной Типа кулемка сработала Непонятно Под ним следов нету Птицы туда залезть И тоже не могли Приманка целая Вот Может быть и куница была Вот Я в течение фильма Там показал Я нашел среды куницы Несвежие Это говорит о чем Что куница здесь есть В принципе Здесь ее можно ловить Капканы я построил правильно В нужном месте Куница здесь есть Вот Я считаю Что я свою задачу Сегодня выполнил После трех недель Простой Я проверил свой путик Перенастроил капканы Обновил сегодня новую камеру Для охоты и рыбалки Теперь надеюсь Вы будете меня Судерцать в таком В таком вот качестве Напишите Нормально или ненормально Устраивает вас Такое качество Или нет Вот Интересно ли вам узнать О той камере На которую я снимал Вот Как уже говорил Камера недорогая За 2000 Вот Я на нее заработал За счет даров леса Вы можете посмотреть ролики На моем канале О том Как можно заработать Лес в принципе Нас прокормит И оденет И прокормит Главное быть Не быть слепым Не быть ленивым Вот И любить лес Любить Уважать лес И тогда он вас наградит Своими дарами Все у вас будет Если вы хотите Чтобы я подразумевал Снимать видео О проверке капканов Может быть Это не так захватывающе Но это такой труд Труд охотника-любителя Вот Делайте Такой знак Под видео Пишите ваши комментарии Если вы хотите Поставить так Обязательно укажите Что не понравилось Что мне нужно поправить Может быть Что-то нужно Более подробно раскрыть То есть Что это такое Если Такой знак стоит И никакой информации нет Я не смогу Сделать видео лучше Не смогу что-то поправить То есть Ваш знак Получается пустой Пишите критику Любую критику Я воспринимаю Кроме оскорблений И унижений Их я сразу удаляю И Баню таких Писателей Которые не могут Свои мысли выразить Рационально Сегодня во время Проверки капканов Я параллельно Снял еще два видео Одно видео Про постановку Капкана Типа кулемка На ствол Вертикально Вот Рекомендую вам посмотреть Если вы планируете Пользоваться таким капканом И может быть Уже пользуетесь Используете Или просто хотите О нем узнать больше Вот Я показал В этом видео Как можно Наиболее просто Быстро и эффективно Становить капкан В вертикальном положении Если раньше я использовал Какие-то там Сучочки Подставочки Которые падали Терялись Я придумал Новый вариант Очень простой Очень эффективный И наглядный Посмотрите Это видео Скоро выйдет Может быть уже вышло Если оно вышло Ссылку вы увидите на него Вот И еще я снял видео Про свои снегоступы Очередное видео Вот Если кто-то смотрел Мое видео Где я показал Что можно творить В снегоступах Какие трюки Я там ползал По склонам Кувыркался в них Там через деревья Лазил По деревьям Лазил Вот Мне написали Под этим видео Что Снег Недостаточно глубокий И нельзя Как бы судить По эффективности Этих снегоступов Так вот Я сегодня пришел В то же самое место Где снимал Это свое первое видео И там же я снял Сегодня там уже снега Было не 25 сантиметров И 50 И я снял На этом же самом месте Видео со снегоступами Где Уже было снега 50 сантиметров И я повторил Некоторые трюки Уже при новой глубине снега Вот Вы можете посмотреть Если интересно Это видео очень коротенькое Оно будет Также на моем канале И вы можете посмотреть Как ведут себя Снегоступы Уже в мягком Глубоком снегу Ну глубокий Относительно 50 сантиметров Сколько было Вот И сделать Какие то Свои суждения О снегоступах Быть может Кто-то до сих пор Думает Что ему лучше купить Снегоступы Или лыжи Вот Возможно Я какую-то вам Дополнительную информацию Этим видео Предоставлю Ну а я направляюсь Уже к дому В сторону дома С удовольствием Сегодня прошел по лесу Подышал воздухом Посмотрел на дверей Сегодня я встретил И рябчика Очень много следов зайца Получил массу удовольствия Заряд энергии Два ковшика здоровья Ну и мешок положительных эмоций С вами был Чегравый Подписывайтесь на мой канал Чтобы не потерять его из вида Смотрите другие мои интересные видео На канале Про охоту Рекомендуйте Мои видео своим знакомым Друзьям С вами был Чегравый Пока-пока До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова